Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о досветке растений. Каждый садовод-огородник сталкивается с такой проблемой, что, как правило, мы культуры сажаем где-то в середине февраля некоторые, даже в конце февраля, и световой день у нас очень короткий. Каждый садовод-огородник сталкивается с такой проблемой, что идет нехватка света. Так что же делать? Напоминаю, что у растений цветовой день должен составлять где-то 10-12 часов. И в помощь нам производители выпустили на рынок масса фитоламп. Да какие же они вообще бывают? Ну, самые распространенные и, наверное, самые сейчас востребованные, набирающие свои обороты, это LED-лампы. Также существуют натриевые лампы и люмисцентные лампы. В простонародье их называют лампы дневного света. И сейчас кратенько я расскажу о каждой лампе, в чем ее преимущество и в чем ее недостаток. Итак, натриевые лампы. Недорогие и очень эффективные, но требуют для подключения специальных пусковых устройств. Минус, сильно греются. Применяются в основном в теплицах для подсветки на стадии цветения и плодоношения. Хороший вариант для рассады, но, увы, не оптимальный. Следующие люмисцентные лампы. В простонародье их называют дневного света. Дешевые, простые в использовании. Пусковые устройства обычно уже встроены в светильник или в корпус лампочки. Но они, увы, слабоэффективны. И польза от них в любом случае, конечно же, есть. Но рекомендуем использовать, если нет возможности поставить лампы или натриевые, или же светодиодные. Следующие люмисцентные лампочки. В простонародье их называют лампы дневного света. Они дешевые, простые в использовании. Пусковые устройства обычно уже встроены в светильник или в корпус лампочки. Они слабоэффективны. Польза от них в любом случае есть. Но мы рекомендуем использовать их только тогда, когда нет возможности поставить натриевые лампочки или лент. Применяются они в основном начинающим создаводам, которые не имеют возможности поставить другие источники света. А вот теперь самое интересное – это светодиодные лампы. Единственный минус этих лампочек – то, что они очень дорогостоящие. Они очень эффективны за счет того, что производитель может подобрать спектр, который максимально поглощается растениями. И электроэнергия не тратится на свет, который растения не почувствуют. Не нагреваются до опасных температур. Основные типы светодиодных ламп – это бикалорные, это синий и красный свет. Очень эффективны для рассады на подоконнике. Мультиспектр – это синий, красный, белый и дальнекрасный. Больше подходит для выращивания там, где солнечного света совсем мало, либо вообще нет. В такой лампе стоят не светодиод разных цветов, а много одинаковых, которые выдают весь необходимый спектр растений. Они даже более универсальны, чем мультиспектр. Теперь сравнительный анализ. Срок службы ламп натриевых составляет 10 тысяч часов. Лумисцентные лампы – 7 тысяч часов. И, внимание, светодиодные лампы составляют срок службы 50 тысяч часов. Ну, выводы делайте сами. До свидания, оставайтесь с нами. Думаю, что все советы мои вам пригодятся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин